Наш эфир продолжает программа Час Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, вы обещали мне рассказать о новых проблемах демократов. Поведайте. Да, проблемы, кошмары, всё как обычно. Хотя частично эти кошмары, естественно, даже не частично, а серьёзно и нас касаются. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Начну я, правда, так же получается, второй раз подряд с короткой грустной новости. Ну, с короткой я её начну, а вам, естественно, рекомендую, кто не знает этого человека, смотреть его, слушать в очень больших количествах. На днях умер великий, по-моему, комик Джеки Мэйсон, человек, который начинал как раввина, насколько я помню, он оставался, у него священный сан был. Но стал моим любимым, сразу вам говорю, стендап-комиком. И, учитывая, что в последнее время стендап стал такой навязший, в зубах политкорректный и достаточно примитивный. Ну, не весь, но мейнстримный. То вот Мэйсон, который очень долго уже, будучи в преклонном возрасте, если не выступал, то записывал короткие видео, он оставался символом того старого стендапа, когда можно было смеяться над правыми, над левыми, над кем угодно. И при этом ничего не бояться, потому что Мэйсон был человек, по моему мнению, бесстрашный, замечательно остроумный. Я не буду его цитировать, вот это тот случай, когда надо именно смотреть, потому что его манера была потрясающая, на мой взгляд. Но человек, который за свою карьеру стал великим комиком, дружил с Мэйром Кахана и поддерживал Трампа, ну, я считаю, не может не вызвать восхищения. Так что всем вам рекомендую его смотреть, еще раз повторяю, слушать все, что найдете. Уверен, вы получите огромное удовольствие. А вот, переходя уже к нашим непосредственно делам новым, от того, с позволения сказать, стендапа, который мы наблюдали на прошлой неделе, получить удовольствие было довольно сложно. Потому что тот ужас, которым было общение Джо Байдена с Доном Лемоном и людьми в Огайо, это была, по-моему, полная катастрофа. То есть, ощущение, что либо человек находится в очень тяжелой стадии маразма, либо он очень хорошо эту стадию изображает, либо и то, и другое. Тут даже пытаться как-то комментировать то, что там происходило, довольно-таки сложно, потому что постоянный перескок с одной темы на другую, человек что-то запинается, пытается шутить с аудиторией, получается какая-то ахинея. Помните, это, да, вы республиканка, а ваша собака-демократка, что это вообще было? Все эти его какие-то оборванные на полусловие предложения, еще что-то, еще что-то, опять заведомое вранье, что если вы не делаете прививку, то вы в больницу ни в коем... Наоборот, если вы сделали прививку, то ни в коем случае с вами там ничего не случится, в больницу не попадете и так далее. Ну, вы понимаете, о каких прививках я говорю. И опять Конституцию так или иначе ухитрился помянуть. Ну, не напрямую, конечно, но когда он опять стал призывать Конгресс принимать все эти новые законы, которые ограничат права штатов, то это, в принципе, прямое нападение на Конституцию, так как решать, как проходят выборы, должны именно законодательные собрания штатов, напоминаю. Ну, и опять то, что надо отменять все оружие, и Джо там уже увлекся, что перечислил огневую мощь чуть ли не всех вообще существующих видов оружия, и автоматического, и какого угодно. Ну, в общем, ужас, да и только. Какой у этого положительный момент? Ну, положительный момент тот, что если демократы вот такого джентльмена сделали своим лидером, то дела-то у демократов реально плохи, и заменить его они никем не могут. Потому что, ну, действительно, посмотрите на, кто сегодня представляет демпартию, либо какие-то уже совсем дряхлые персонажи, либо вся эта молодая порсаль, которая настолько левая, что вряд ли они реально что-то выиграют, ну, может, за исключением нескольких штатов. Более того, Джексон, тот самый, который был врачом Трампа, помните, и который сейчас конгрессмен от республиканской партии, он, ну, вы, наверное, видели это, он у Хеннити был в передаче, уже открыт говорит, что Байден плох настолько, что, скорее всего, вот-вот от него уже сами демократы будут избавляться. Ну, потому что очевидно, что вот такого человека выпустить, общаться с народом, это была катастрофа. И то, что Байден даже не поехал на Олимпийские игры, жену отправил, как вы знаете, но это, на мой взгляд, тоже критерий, что лишний раз его уже боятся куда-то там выпускать, да еще с японским премьером общаться, который в Японии, тоже я это не раз вам напоминал, еще раз напоминаю, демократов вообще не очень любят, а тут такое вот чудо, лишний раз его не надо в Японию отправлять. Вот, и глядя вот на все это безобразие и на то, что, повторяю, реальных политиков нет, которыми можно было, ну, Камалу, Камала Харрис, это тот случай, как и с Хиллари, кстати, женщина, которую, по-моему, никто не любит, кроме ее, может быть, семьи, да и то под большим вопросом, учитывая ее бурные похождения. Ну вот, с другой стороны, левые начинают все более и более активно высказывать неудовольствия, связанные с тем, что ничего Байден толком, что он им обещал, он не делает. То есть, первые, да, два месяца была полная эйфория, и какой-нибудь там Хомский восторгался и говорил, какой Байден замечательный, когда все упиралось в президентские указы, которые подписываются легко и, кстати, также легко отменяются. А как дело дошло до чего-то реального, что надо проводить через Конгресс или что сталкивается с проверкой на уровне судов, тут мы с вами все видим, что светлая картина пламенного революционера Джо Байдена, она на наших глазах меркнет. Все, ну не все, к сожалению, впереди еще времени, увы, больше, чем нам бы хотелось, но, как бы то ни было, все его радужные планы, они пока не выдерживают столкновение с суровой реальностью, и если вы вспомните то, о чем мы говорили несколько недель назад, что, в общем-то, это лето достаточно показательное в этом плане, то пока мы видим, что Байден проигрывает. Про преступность не буду говорить, но мы все видим, что лишний раз я вам об этом рассказывал, здесь у него все шатается, по экономике, в общем-то, тоже, хотя он и клянется, что все замечательно, но в основном все замечательно из-за того, что открываются предприятия, которые закрывались на время ковидных всех этих мер, а не потому, что что-то действительно новое появляется. Видим капитуляцию внешнеполитическую перед Кремлем и Ижи с ним, и видим, что реально у Байдена, который вроде бы ветеран Конгресса, по крайней мере, как минимум, одной из его палат, что у него контактов с Конгрессом, в общем-то, нет. И что какого-то отлаженного взаимодействия даже с собственной партией, раз он постоянно на нее жалуется, при том, что эти его объекты жалобы, Менчин и Синема, они голосуют все равно по партийной линии, но раз он на них жалуется, то получается, что не то он об этом просто-напросто не знает, я бы не удивился, а не то действительно внутри партии существует все-таки разногласия и довольно-таки серьезно. Так что медовый месяц у Байдена закончился уже достаточно давно, и то, что этим летом его стало припекать, это очевидно. И я, конечно, не знаю, мне все-таки кажется, что его еще будут какое-то время держать по той простой причине, что Харрис любит еще меньше, чем его, по моим наблюдениям, но слова конгрессмена Джексона, который, напоминаю, врач, и который, к тому же, уже давно настаивает, чтобы Байден прошел вот этот самый тест на реальное осознание реальности, так его назовем, все это, конечно, начинает звучать все более и более реально. и два события, случившиеся в Калифорнии на прошлой неделе, они, в общем-то, тоже указывают на то, что, ну, так скажем, в судебной, прежде всего, системе, даже в Калифорнии, казалось бы, но демократам, тем не менее, не все так гладко у них сказывается, и проблемы налицо, потому что навязать единое леволиберальное мышление всем, ну, не получается. Повторюсь, еще раз вернусь к теме, даже не повторюсь, в прошлой неделе говорили мы с вами про Лэри Элдера, и на тот момент его, вы помните, отстранили от участия в выборах, что он там якобы не предоставил нужные документы, но Элдер, мы с вами как раз расстались на том месте, что он идет в суд, обещая дойти до самой высокой инстанции, но в результате первой же инстанции, куда он обратился, Элдер выиграл, потому что было признано, что тот самый закон, по которому якобы он что-то там не предоставил, хотя он предоставил все, кстати говоря, все свои налоговые дела, но что он вообще вот в данной ситуации таких вот этих экстренных выборов, нацеленных на отзыв действующего губернатора, что здесь вообще этот закон, он в принципе не действует, то есть мы с вами увидели, что демократы, которые так громко вопят о том, какие ужасные республиканцы, и которые там или пытаются лишить людей права голоса, мы с вами столкнулись с тем, что вот в самом, что ни на есть, демократическом штате было посягательство на право выбора, на право участия в выборах и на право голоса, с той стороны как раз демократов, и более того, основанное это посягательство было, ну, на заведовом жульничестве, потому что, еще раз повторяю, пытались прикрыться законом, который здесь, по идее, вообще и не должен работать, не для такой ситуации он предназначен, поэтому получается, что Элдер выиграл, и более того, вся эта история, она скорее пошла ему даже на пользу, потому что он обратил на себя внимание, и сейчас он даже ведет среди, по опросам, среди кандидатов, кто вот собирается Ньюсом свергать, там, правда, сразу говорю, цифры не то, чтобы очень яркие, у него там всего 16%, но это при этом больше, чем у всех остальных, 53% проходит их неопределившиеся, и у меня, я тоже, еще раз говорю, вам нет особой уверы в том, что Элдер победит, и даже вдруг, если он победит, что ему удастся навести в Калифорнии хоть какой-то порядок, так, у него там будет полное противодействие отовсюду, но его участие, это замечательно, то, что он трясет калифорнийский истеблишмент, это круто, и если это станет трамплином для его участия в выборах на следующий год, в другом штате, тоже я вам говорил, такой вариант существует, может быть, в Конгресс, а там, кто знает, что будет в 2020, президента нет, но вице-президента может быть, что будет в 2024 году, мы еще с вами посмотрим, пока вот мы увидели, что Элдер боец, и что он может демократов побеждать, что будет дальше, посмотрим, пока вовсю идет, естественно, его травля, особенно LA Times усердствует, ну, это понятно, я же вам на прошлой неделе говорил, но они не унимаются, у них уже, по-моему, даже какие-то журналисты появились, которые чуть ли не каждый день какую-то гадость про Элдера пишут в обязательном порядке, а еще одна неожиданная новость, она пришла из апелляционного суда 9 округа, который, ну, не считался, насколько я помню, поправьте меня, если я не прав, о плотном консерватизме, хотя Трамп его немного подкорректировал, и вот иск от родителей нации против, в том числе губернатора Ньюсома, связанный с тем, что закрытие школ на время эпидемии, это было посягательство на право, на право образования, что вот этот самый иск, он получил такое половинчатое одобрение, и решением, прежде всего, судьи Коллинза, назначенного Трампом как раз, Ньюсом, в общем, получил такую плюху, я считаю. Там вообще я рекомендую его прочесть, это заключение, оно очень четкое, очень хорошее, и оно на удивление, ну, на удивление, потому что мы сейчас не так много с этим сталкиваемся, всякий раз это приятно увидеть. Там очень четкая, консервативная, предложена аргументация юридическая, то есть, почему я сказал половинчатое решение. Школа государственная, по идее, закрывать их, плохо это или хорошо, Коллинз здесь оставляет вне своей компетенции, для него важно, было ли нарушено право. И, как пишет Коллинз, по Конституции, по решениям Верховного Суда, права на образование у граждан нет. То, что нам пытаются внушить левые, что якобы есть у всех вот право там на образование, на медицину и так далее, и тому подобное, простите, нет, такого права не предусмотрено. Таким образом, закрытие школ, это не есть посягательство, государственных повторяю, это не есть посягательство ни на какие права, раз решение суда существует, права на образование нет, то вот так вот. Повторяю, я считаю, закрытие госшколы тоже плохо, но здесь аргументация, я считаю, безукоризненная, и то, что либералам напомнили вот об этом, уже хорошо. А что касается школ частных, здесь другой момент, а именно, что родители имеют полное право выбрать, как им обучать своих детей. И вот тут, когда правительство вмешивается в право родителей выбирать способ образования для своих детей, то это, извините, уже нарушение, что судья Коллинз довольно-таки четко и в своем решении прописал. то есть, закрытие частных школ это уже посягательство на право. Это вмешательство в право родителей, это вмешательство в право выбора, как обучать, как воспитывать своих детей. Значит, тут, извините, судья, виноват, губернатор Ньюсом и правительство Калифорнии, в общем, сделали, не то сделали, они сделали. Так что, я полагаю, это решение, оно очень-очень хорошее, и я очень надеюсь, что оно не единственное, что мы что-то еще услышим в других штатах. Тем более, отвлекаясь от Калифорнии, еще новость совсем недавняя, законодатели Мичигана, они лишили особых прав губернаторша Уитмер. Все мы помним, что Уитмер вытворял весь прошлый год, и более того, что даже не особенно реагировала на решение местных судов, которые ей указывали на то, что происходящее в штате, это, мягко говоря, не то, что она должна делать губернаторша, но вот ей все это было до фонаря, грубо говоря, а теперь и народ стал возмущаться, и республиканцы в местном законодательном собрании, и в верхней, и в нижней палате, они приняли решение, что губернатор вот этих самых, так называемых, emergency powers, да, то, что права особые, права в какой-то особой ситуации применять соответствующие меры, она их лишается. Я напомню еще раз, есть старое доброе заключение, которое я цитирую часто, но оно здесь очень важно, судья Джексона, который еще в конце сороковых, да, сказал, что отцы-основатели не просто так отказались наделять власть, прежде всего исполнительную, особыми полномочиями на случай чрезвычайных ситуаций, потому что они прекрасно понимали, что как только люди во власти получат эти полномочия, то сразу начинают появляться чрезвычайные ситуации одна за другой, потому что возможность пользоваться своей властью, она, увы, людей развращает, и таким образом каждые вот эти вот самые особые полномочия, они дают возможность искать чрезвычайные ситуации где угодно и раздувать какие угодно проблемы до масштабов кризиса, и то, что законодатели республиканские вот вспомнили вдруг об этом, и то, что их к этому подтолкнули избиратели, что самое важное, потому что от избирателей зависит очень много, несмотря ни на какие манипуляции демократов, вот это вот я считаю момент положительный, и то, что власть демократов, она никуда не делась, увы, и все по-прежнему все они на местах, но то, что вот судьи, законодатели такие отважные, ну не скажу, что об одиночке, за ним очень много слушателей, но вот такие люди, как Лэри Элдер, то, что они эту власть подтачивают, то, что они лишают ее каких-то определенных сил, полномочий и так далее, это все, я считаю, очень-очень положительные моменты, ну а возвращаясь к началу, если мы посмотрим, кто эту власть ныне возглавляет, то понятно, что ни в коем случае нельзя давать вот такой публике, ну никакой ни малейшего шанса, ни продыху, ничего, так что я надеюсь, что подобных новостей об ударах по демократу у меня будет еще много, а здесь я пока умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Вообще наступление, так сказать, правительства на свободы поражает, и вот я думаю о том, что все чаще звучат голоса о необходимости обязательной вакцинации всех поголовно, включая детей, начиная с двухлетнего возраста, это отчасти, как мне кажется, фалл о де мани, то есть кто-то зарабатывает на этом огромные деньги, а с другой стороны, это такая проверка на сгибаемость, насколько можно наклонить народ, насколько чиновники или там, скажем, правительство может заставить народ делать то или другое, насколько народ подчинится, такой еще один шажок к тому, чтобы устанавливалась авторитарная система, вот это меня как-то как-то но это заметьте, это сейчас повсеместно, это не только у вас, это везде, и помимо того, что это само по себе безобразие, это еще безобразие в квадрате или в кубе, потому что, как я не раз говорил, над детьми ставить эксперименты нельзя, а мы с вами идем именно к этому, потому что, что это за вакцина, мы толком не знаем, если их надо колоть там полгода, простите, это что, каждые полгода детям вирусы, что ли, выводить в той или иной форме слабые, как это, тут со взрослыми ты не поймешь, что и как, надо это или не надо, и это должен решать врач, а если на иглу сажать в масштабных, такими массовом порядке еще и детей, то это уже, простите, как-то по ту сторону, я считаю, добра и зла, я понимаю, какие-то прививки, которые там раз, и на всю жизнь, уже проверенные, испытанные там, ну на 10-20 лет, а если это будет означать, что раз в полгода и так, то сейчас он, да, каждый день температуру детям меряет, что уже на самом деле не очень хорошо, потому что как это стадный инстинкт вырабатывает, и все эти коды, а если еще добавляются и прививки каждые полгода или год в стадном порядке, ну, простите, тут уже слов нет. И, похоже, к этому идем, поскольку уже изице-председатель заявил о том, что если ВДИА даст, так сказать, полное одобрение этой вакцинации, то начнут вакцинировать, то, скорее всего, введут обязательно вакцинацию для детей, начиная с двухлетнего возраста. Это страшно. Я не понимаю родителей, которые к этому относятся очень легко. Это страшно на самом деле. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». И, прежде чем мы перейдем к другой теме, буквально сейчас в фейсбуке наткнулся, там мем был о том, что демократы в свое время, там, по-моему, году в 64-м, держали самый длинный филибастер, там 60 дней, по-моему, это как раз было голосование по поводу предоставления равных прав и свободы и так далее. То есть, право голоса для черных. Факт-чекеры, так называемые, и прочее, это отребье, пишут, что, мол, дескать, не совсем так, не все демократы были против, а только южные демократы были против. Как будто это что-то меняет. Но это, знаете, это тема и шутка, что если бы знаменитый этот клич «британцы идут», с которым связывают начало американской революции, если бы были факт-чекеры, они бы сразу написали «не все британцы идут», а только определенная их часть, поэтому нельзя это высказывание считать справедливым. К сожалению, в такой реальности мы теперь живем. Ну, а теперь, что же происходит на Кубе и в Южной Африке? Да, поговорим об этом, наверное, не успеем, но в следующий раз закончим, потому что там, похоже, все надолго. Ну, начнем с Кубы, благо она все-таки ближе, и там происходящее, оно, что интересно, затрагивает непосредственно и нынешнюю власть. Ну, не удержусь, как всегда, от небольшой исторической справки, что так получилось, что Куба, она, в общем-то, давно некоторый интерес у американских властей вызывала. Еще Джефферсон в 1823 году в письме тому самому Джеймсу Монроу говорил, что вот если бы какую-то часть Южной Америки присоединить, то это бы как раз Кубу, потому что она позволила бы контролировать весь регион, но что даже если Куба будет целиком и полностью за, лучше бы этого не делать, потому что это приведет к ряду конфликтов, поэтому достаточно добиваться ее независимости. Джефферсон вообще был не очень высокого мнения о Южной Америке, к слову сказать. В середине 19-го века демократы как раз прежде всего были очень озабочены тем, чтобы Кубу так или иначе вслед за Техасом присоединить и всерьез в Конгрессе такие выдвигались идеи, но тормозили как раз появившиеся к концу 50-х республиканцы и северяне, которые полагали, что это даст рабский карибский бассейн, что никому не нужно. И проблема опять всплыла уже в конце века, когда очень многие, и тоже преимущественно демократы, учитывая волнение на Кубе, хотели ее, помочь ее освободить от испанского, зависимости от испанской, но Кливленд сказал, что пока я президентом воевать ни с кем не будем, а если Конгресс объявит войну, я просто-напросто откажусь от мобилизации и ничего не сделаю. И выпало все это уже на президента Макинля республиканского, который не хотел показаться перед демократами таким слабым президентом, но воевать тоже не очень хотел, шли очень долго переговоры, но тут пресса перехватила переписку испанских дипломатов, которые, соявительно бритавшиеся в Америке, о Макинле президенте отзывались, мягко говоря, пренебрежительно, что слабак и ни на что он не способен, естественно, после такого ничего не оставалось, кроме как войну начинать, и действительно война была быстрая, успешная, и Соединенные Штаты испанцев разгромили, и добились, и Филиппины получили, ну а Куба вроде как стала достаточно независимой, но, почему я говорю достаточно, в 1901 году при очередном принятии вот этого закона проекта, связанного с финансированием армии, то появилась там так называемая поправка Плэта, Орвилла Плэд, весьма авторитетный в Конгрессе республиканец, он ее туда, он был ее основным спонсором в Сенате, смысл был в том, что в случае, если на Кубе начинаются какие-то безобразия, то Соединенные Штаты туда вводят войска и наводят порядок, и когда через несколько лет принималась кубинская конституция, то вот эта вот самая поправка Плэта, она туда и перекочевала, и более того, в период с 1906 по 1909 год, когда горячие кубинские мучачусы там разбирались, у них там были выборы подставные, там опять какие-то беспорядки пошли, но от греха подальше туда действительно были введены войска, три года пробыли, в общем, все более-менее нормально, и на самом деле эта самая поправка Плэта, она в общем и целом себя оправдывала, и практически прекратила она свою, так-то она вроде перестала работать еще в 20-е годы, но в реальности при Рузвельте уже на нее никогда же не ссылались, ну и вот так стало получаться, что при помощи во многом экономической, при сотрудничестве с Соединенными Штатами, хотя разговоры о том, что якобы Соединенные Штаты там полностью скупили чуть ли не всю Кубу, это конечно ахиняя, там была доля американской экономики, но совсем не такая большая, как нам пытаются рассказывать, все это привело к тому, что на Кубе был весьма и весьма высокий уровень жизни, третий примерно по Южной Америке после Чили и Уругвая, но вот в том, что касается и о чем, кстати говоря, предупреждал тот самый Джефферсон, а именно, что люди в Южной Америке из-за своего невежества и суеверий плюс горячности постоянно влипают в какие-то переделки, революции и так далее, то вот и на Кубе власти, к которой приходили люди вроде бы как едва ли не как либералы, тот же Батист и числился таким народным кандидатом, но заканчивалось тем, что начинались какие-то там внутренние разборки и прочие беспорядки, оружие и все такое прочее, что даже при, казалось бы, нормально работающем уровне жизни и экономике, ну, со стороны смотрелось, конечно же, не очень хорошо, если у вас там студенты, вон, периодически дерутся, а то есть стреляют друг в друга, но о чем говорить. Кстати, среди тех, кто участвовал вот в этих разборках, был тогда один молодой человек, который интересовался Лениным и Гитлером, и которого Батист очень хотел заполучить на свою сторону, но молодой человек сказал, что у них как там возрастные различия и что, пожалуй, он с Батистой не будет иметь дело, догадались, это Фидель Кастром был. Вот. И в результате, глядя вот на все вот это вот, кому-то в Госдепартаменте, ну, даже не кому-то, а определенной группе людей пришла в голову гениальная идея, что от Батиста надо бы избавляться, а пускай придут какие-нибудь там молодые, бравые революционеры, и со временем, благодаря журналистам, все больше и больше внимания стали вот уделять тому самому ученику Ленина и Гитлера, который звался Фидель Кастре, и когда, скажем, посол Эрл Смит, республиканец, детально хороший, отправлялся послом на Кубу в конце пятидесятых, то ему на инструктаже в Госдепартаменте было открытым текстом сказано, что ваша задача проследить за тем, чтобы Батиста ушел. Смит туда, на Кубу, то есть приехал, оценил обстановку здраво, и стал требовать, что вообще-то, если Батиста свалится, придут какие-нибудь повстанцы, то все будет очень плохо, но в Госдепартаменте его слушать не пожелали. Когда Смит захотел дать пресс-конференцию и рассказать о своих впечатлениях о том, что происходит, собственно, на Кубе, Госдепартамент отказался оплачивать ему перелет. Поэтому он за свои деньги летал, за свои деньги эту пресс-конференцию устраивал. Но, глядя на то, что он так себя плохо ведет, Госдепартамент не ставил его в известность, а Смит даже успел договориться с Батистой, что он устраивает выборы в 59-м году и после них уходит, а может, вне зависимости от этого результата, они в Госдепартаменте просто-напросто отказались поставлять оружие Батисте. И вот в такой ситуации Фидель Кастро торжественно со своим уголовным приятелем Че Гевар и они приходят к власти, хотя было совершенно отчитано, что это не революция, а такой типичный, если хотите, пиар-ход. Все это, в общем, признают более-менее адекватные историки, даже те, кто достаточно разумно левых взглядов. А когда потом Никсон уже увидел, что, собственно говоря, кого мы получили, Никсон был, наверное, первый, кто после встречи с Кастро понял, с кем имеет дело, то тут сменивший госсекретаря Дайлеса, Дайлес не обращал внимания на Кубу, был своими делами занят, а сменивший его Кристиан Хертер стал интересоваться у Госдепартамента и у спецслужб, а почему, собственно, так получилось, что мы получили коммуниста и, в общем-то, ему помогли, но оказалось, что, во-первых, резидентура ЦРУ на Кубе вообще была за Кастро, а Гувер из ФБР, который обо всем озаботился, он представил довольно-таки серьезное доказательство того, что ФБР все 50-е годы, ну, может, не все, это с какого-то момента, когда Кастро появился, ставило в известность Госдепартамент о том, что Кастро коммунист и что то, что он сделает, закончится полной фигней и коммунизмом, но Госдепартаменты на все призы в ФБР не реагировали. Вот так вот. Ну, а Кастро и Че Гевара начали, естественно, Кубу гробить, потому что среди их гениальных идей, хотя они сразу начали отбирать у американцев собственность, а самих американцев зачастую просто-напросто расстреливать, но гениальные ходы, они, конечно же, приводили понятно к чему. Вот, скажем, Че Гевара решил, что Куба должна стать чемпионом мира по футболу. для этого нужны поля, где взять поля, но давайте вырубим пару-тройку плантаций, все равно отобрали у проклятых капиталистов американцев. Вырубили плантации, естественно, никто этот футбол играть не захотел, даже здесь не заставишь, а сельскому хозяйству нанесен ущерб. Дальше, а что нам делать со сбором сахарного тростника? А давайте что-нибудь подешевле купим, например, купим у чехов, какие-никакие братья-социалисты, снегоуборочные машины. Ну, нет, тут даже коммунисты до такого маразма, чтобы покупать снегоуборочные машины, для снега не дошли, они их купили, чтобы собирать тростник. Но проблема в том, что эти снегоуборочные машины, они его просто ломали, крушили, но не собирали. И тоже, понятно, денег потрачено, хоть это и было подешевле много, ущерб урожаю нанесен огромный. Ну, и так далее, и так далее. В общем, Куба посыпалась, бездарные попытки Кеннеди режим свергнуть, тоже помните, чем закончились, потому что сперва от более выгодного места для высадки под названием Тринидад выбрали залив свиней, планируемые авиаудары, которые должны были кубинские военные, прежде всего военно-воздушные силы дестабилизировать, вместо трех только один, потому что поднялась паника в ООН, и посол, демократ же Стивенсен стал возмущаться, как и так, Кеннеди перетрухал, и там должно было быть три налета, и после первого, до второй, трети отменил, во время высадки тоже отказался от военной поддержки с воздуха, в общем, сами понимаете, Карибский кризис закончился тем, что Кеннеди опять капитулировал и отказался от попыток хоть что-то делать с режимом Кастро, Джонсон запретил ЦРУ официально какие-то попытки убить Кастро, так что все эти легенды, что ЦРУ хотели его убрать, это все фигня, это даже комитет Чорча подтвердил, насколько я помню, а комитет Чорча был вполне левый, ну, а Куба, тем не менее, продолжала себе разлагаться, и все эти страшные истории про блокаду, что, и вот сейчас нам их снова говорят, что они страдают от блокады, но полная фигня, сразу говорю, само слово блокада, я считаю, людям, которые жили в Советском Союзе в отношении Кубы нельзя использовать, потому что это хамство по отношению к тем, кто пережил у нас блокаду во время войны, так как то, что отказались американцы от сотрудничества, это еще не блокада, извините, огромные суммы денег выкачивались из Советского Союза, огромные суммы денег шли из других стран, и сам товарищ Кастро в 88-м, кажется, году, говорил, что нет никакой блокады, 1400 фирм работают с нами, а французское правительство вообще порой отправляло в подарок автобусы большими количествами, правда, куда они девались, судя по тому, что мы с вами наблюдаем, мне, например, непонятно, я могу догадаться, но при коммунизме все куда-то исчезает, до людей не доходит, ну и вот в такой ситуации, когда все развалено, потому что социалистическая экономика, она не работает, естественно, но когда поддерживают только левые, мы с вами вот столкнулись с тем, с чем столкнулись, а именно Кастро наконец-то умер, хотя, к сожалению, не умер сам, а не после приговора суда за его преступление, так как карибский Сталиной, так его называл, Ревель, ничего другого не заслужил, а вот теперь начинаются волнения и беспорядки, люди выходят с американскими флагами, и здесь мы с вами видим, что складывается такая ситуация, что на самом деле Госдепартаменту и нынешним властям важнее режим коммунистический сохранить, чем его обрушить, потому что казалось бы, вот оно, пользуйтесь, людям надоел коммунизм, люди с американскими флагами, значит, как предлагает Де Сантис, не обязательно какие-то военные методы, но запускайте интернет, начинайте активную агитацию, делайте все, чтобы у людей было понимание того на Кубе, что американцы на их стороне, но нет, у левых, у них есть несколько идеалов, что, во-первых, Куба это коммунистический рай, там идеальная система здравоохранения американскую надо подчинить вот ей, и потом на Кубе есть их несколько, но одна самая знаменитая это Чесимар, она же Шакур, это террористы левые, которых боготворят, плюс не забываем, что Джилл Байден, она сама на Кубу ездила и говорила, что там все замечательно, все прекрасно, ее сопровождала сотрудница, судя по всему, советской, российской, советской российской разведки Жозефина Видаль при кубинском правительстве, и в общем Байден говорил, что все супер, Куба прекрасна, и что получается, если демократы идут на развал режима, значит, они признают, что система здравоохранения хреновая, они признают, что система ужесточения борьбы с режимом коммунистов, которую предлагал, например, Трамп, и который ее делал, она работает, что все это время позиция левых, она, как и в случае с Советским Союзом, с чем угодно, она была абсолютно ничем не оправдана, то есть, это режим, который полностью себя дискредитировал, это режим, который полностью сгнил изнутри, и у него единственная поддержка, это левые движения по всему миру, в том числе и в Америке, выгодно режиму, так это назовем, или современным демократам это, я полагаю, что нет, поэтому им надо говорить о том, что давайте мы сейчас снимаем все санкции, что будет означать автоматически спасение кубинского режима, давайте вот мы будем поддерживать Кубу, чтобы там они не страдали, и так далее, и тому подобное, то, что раньше в этой самой замечательной системе здравоохранения, которая работала по принципу трех направлений для иностранцев, для элиты, для простых граждан, и когда, например, доктор Дэниелс, который писал и пишет под псевдонимом Теодор Далриппл, приезжал в начале 21 века как обычный гражданин на Кубу, и заходил в аптеки, где ему говорили, что у нас ничего нет в аптеках, и узнав, что он врач, просили его прислать лекарства там самые элементарные, ну, вот эта замечательная система, как видите, тоже лопнула, но что демократы все это признают, и что их левое крыло признает то, что оно все это время поддерживало заведомо банкротский и человеконенавистнический тоталитарный режим, а вспоминать, сколько деятелей шоу-бизнеса, сколько деятелей демпартии, включая там Джесси Джексона и кого угодно, сколько их туда ездило и клялось вечной любви и Фиделю Кастро, и Раулю Кастро, и кому угодно, но это будет очень длинный список, я просто не хочу сейчас всех вспоминать, это легко можно найти, потому что любовь демократов к Кубе, она давняя, поэтому я думаю, что главный враг, как ни странно это прозвучит, но так оно и есть, кубинских демонстрантов, это как раз не все страны, ни в коем случае, а вот тот эстеблишмент той самой страны, чьи флаги они сейчас носят по улицам, потому что для них Америка, да, это идеал, Америка должна быть тем, кто их может спасти, но я боюсь, что левый либеральный эстеблишмент, дорвавшийся до власти в Америке, он будет делать все, чтобы помочь врагам, вот тех самых людей, которые ходят по улицам Кубы с американскими флагами, и что спасение кубинского режима, оно будет одной из главных задач режима Байдена на ближайшее будущее, естественно, под самыми красивыми лозунгами. Кстати, заметь, опять, я, может, что-то упустил, но я еще ни разу не слышал, чтобы, говоря о кубинских событиях, кто-то из госдепартамента использовал слово на букву К, то есть коммунизм. Они боятся это признавать. Ну, тем не менее, мы все-таки с вами, я думаю, кубинцев поддержим, вспомним, что кубинская диаспора во Флориде всегда была опором, надеюсь, так и будет продолжаться, республиканцев и консерваторов, и что так и будет дальше. И что, несмотря на все усилия Байдена спасти режим кубинский, он все-таки развалится, потому что для коммунистов другого пути нет. Только на помойку истории, как и говорил Рейган. Иван, давайте попробуем. Кстати, я напомню, что даже во время Рейгана и Буша, ну, с Бушем было попроще, но тем не менее, Госдепартамент пытался спасти Советский Союз, вопреки тому, что нам рассказывает пропаганда, и вы помните, чем все это закончилось, то есть ничем. Ну, вот, пусть попытки Госдепартамента спасти кубинский коммунизм закончат тем же самым, то есть полным провалом. Так, здесь все, про Южную Африку уже точно не успеваю, но в следующий раз. В следующий раз про Южную. Если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам слово. Да, вот военизированное, одно военизированное крыло демократической партии Black Lives Matter выступили в поддержку правительства кубинского, просто не скрывая, заявили о том, что вот необходимо это сделать. То есть это еще раз подчеркивает. А потом те мифы, которые складываются о Кубе, о кубинском режиме, о превосходстве социализма, вспоминается Майкл Мур, режиссер, который сделал фильм о потрясающей медицине на Кубе. Ну вот, только, а вот сейчас Псаки объясняет нам, что волнения произошли, потому что там проблемы с вакцинацией, то есть не все оказывается так здорово с медициной. Абсолютно. Да, насчет Белоба это очень хороший тоже момент, что, заметьте, их на самом деле не волнует полицейская жестокость, а на Кубе там полицейская жестокость будет здоров. Ну вот, уже если их не касается, все. Иван, огромное спасибо, как всегда, очень интересно и до следующей встречи. Да, спасибо вам, ЮАР, в следующий раз обязательно. До встречи.